Всем доброе-доброе утро! Вы только посмотрите, какая красота! На улице морозно, солнце встает. Прекрасно! Всем хорошего-прехорошего дня! А мы с вами начинаем влог. Всем добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Ольга, и вы находитесь на моем канале о моих увлечениях. У нас с вами совсем скоро наступит Новый год. И, конечно же, в преддверии Нового года нам всегда хочется подтянуть свои хвосты, закрыть какие-то долги и, знаете, как будто бы с чистого листа начать новый календарь в своей жизни. И я с этим частично согласна, несмотря на то, что совершенно недавно я объявляла кучу стартов на своем канале, один из которых состоится вот-вот. То есть это будет последний десятый старт. Да, я хочу начинать процессы, я хочу в новогодние праздники заниматься своим любимым хобби. Уже спокойно, знаете, ну как спокойно? Вся семья будет дома, ну и, соответственно, что-то считать, высчитывать и придумывать новые модели. Ну, как-то будет для меня более проблематично, что ли, потому что шум, гам, тарарам, гости. Ну, я очень надеюсь, что все будет хорошо и все будет замечательно. Но сегодня я к вам пришла для того, чтобы показать вам готовую работу. Но эта готовая работа еще не стирана. Это шаль. Шаль витражи по мастер-классу платному проекту Алены Абель. Если вы хотите узнать поподробнее об этой шале, проходите на ее канал, знакомьтесь. Она там очень часто в последнее время мелькала в этой шале. Я думаю, что вы найдете информацию. А я же буду сегодня показывать вам свою шаль, рассказывать о своих эмоциях. Мы с вами вновь вспомним, из какой пряжи я вязала, ну и так далее. Если вам интересно, давайте же приступим. Сегодня речь пойдет о этой шале, о готовой работе. И в конце, как обычно, уже по традиции, мы с вами вновь заглянем в мою кладовую пряжу и рассмотрим очередную серию моих запасов. Вот. Вот. Посмотрите, какая красота. Вы только посмотрите, какая это красота. Вы только посмотрите, что это за чудо. Надо показывать, конечно же, вот так. Вот. Вот она красотища-то какая. Вы только гляньте, да. Представьте это все на кожаную курточку, да, или какой-то там дотик, или еще что-то. Может быть, под пальто. Тоже хорошо, женственно, красиво. Мне очень нравится. Я не ожидала. На самом деле, когда я увидела эту шаль у Алены, мне цветовое сочетание ее первой шали не очень понравилось. Ну, в силу того, что, знаете, бледно-желтый мне не идет, да. Ну, потому что я же, когда вижу какую-то вещь, я всегда стараюсь как-то даже на подсознательном уровне примерить эту вещь на себя. То есть, я понимаю, что в бледно-желтом я бы со своим цветом волос просто потерялась. Но красоту этой шали я все же усмотрела именно в геометрии, именно вот в этих вот невероятных, да, рисунках, невероятном рисунке, правильности построения вот этих вот всех линий. И в первую очередь, конечно же, мне было интересно узнать эту технику. Потому что техника жаккарда мне знакома, да. Техника вязания жаккарда с двух рук мне совершенно не зашла. Я попробовала, поучилась, но мне абсолютно не понравилось. Мне не понравилось натяжение нити, я так не умею, я так не приучена. То есть, жаккарду я училась сама, да, то есть методом проб, ошибок, натяжения нити и так далее. И вот сейчас более-менее хорошо вяжу. А здесь это другой метод, но тоже, смотрите, тот же самый получается рисунок, правда же. Самое главное ведь достичь рисунка. И здесь тоже получается, знаете, вот очень-очень аккуратно, но в то же самое время, ну вот как в жаккарде, да, как в жаккарде без протяжек. Вот приблизительно так выглядит изнанка. Но изнанка тоже, кстати говоря, очень даже неплоха. Особенно, когда правильно подобрать пряжу. Если вдруг вы вдохновитесь этой шалью, учтите, что самое главное, самое ключевое правило, это правильно подобрать пряжу. Алена об этом тоже говорит. И что здесь я решила, что у меня должно быть кардинально, знаете, вот биполярные какие-то, да, то есть абсолютно разные цвета. Светлая и очень темная. То есть я думала над изумрудным цветом, но вот эта вот ниточка мне не дает покоя. Мне ее подарили, это Мидара, это Ангора 2. Ангора, Ангора, Ангора 2. Вот, и я ее смешала, получается, с двумя ниточками тоненькими. Меринос 80%, 20% по, там пол-три тысячи метров на 100 грамм шло. У меня получился легкий, такой ненавязчивый меланж. И этот меланж, он мне даже в мотке очень-очень нравится. Прекрасная ниточка получилась у меня. Да, она, знаете, в силу того, что там все же есть искусственное волокно, да, и она достаточно такая пушистая. Но что произошло в самой нити? Я еще полотно не стирала, я не знаю, что будет после ВТО. Я пока пою дифирамбы тому, что у меня есть на сегодняшний момент. Готовую работу мы с вами увидим совсем скоро. Буквально какого числа мы с вами? 31-го. Давайте подведем итоги моего уходящего 2021 года, где я посчитаю все, да, все вам покажу и расскажу. И также покажу вам уже эту готовую работу на себе уже в стиранном виде, да. И что у меня здесь, вы знаете, ниточка вот эта, она немножко вот сцепилась с черной нитью, и она как будто бы, знаете, вот породнилась, поженилась. Вот иногда, когда не идет какой-то проект, я же пробовала вязать уже из этой пряжи, да, из этой Ангоры 2, у меня ничего не получалось, рисунок не читался. В моем воображении это все было несколько иначе. Я не смогла подобрать тогда правильный рисунок. Я не могу сказать, что я в восторге от этой пряжи, я вам ее не рекомендую ни в коем случае, но мне в этом сочетании эта пряжа очень понравилась. Пока вязать из нее было, ну, приятно, в силу того, что вторая ниточка это кашбленд от Лора Пьяно. Здесь у нас, у меня 60% кашемир и 40% лен. И ниточка люрекса одна. То есть она еще раскроется, да, но и работать этой нитью уже приятно. Но я не скажу, что она мигусичная за счет кашемира, нет. За счет льна она все же такая же приблизительно по ощущениям тактильным. И мне работать с этой пряжей, с этими миксами было безумно интересно, легко и просто. И так как пряжу я сматывала сама, то есть, знаете, натяжение нити регулировала, да, то есть я тихонечко мотала, никуда не торопясь, то есть я же ее не на продажу мотала. И поэтому у меня, кстати говоря, ни в этой пряже, ни в этой особых провисаний не было. Ну, там 2 см где-то, которые можно было поддеть, это вообще не в счет. То есть, смотрите, вот видите, люрекс, он так норовит вот так вот вылезти, но на протяжении всего вязания у меня не было проблем с тем, что нужно было обрезать этот люрекс или еще как-то, видите, он тоже сцепился практически с основной пряжей. Здесь у меня 2 ниточки получается кашбленда и 1 ниточка люрекса. Я переживала, что мне не хватит, но все мы любим попереживать, да. Что я буду вязать из этой пряжи еще, я не знаю, но мне очень хочется связать, не поверите, носки. Ну, потому что я люблю вязать носки, да, на самом деле. И не потому, что пряжа плохая, и куда бы то ни было, я бы ее не применила. Нет, могу и применить, но в силу того, что у меня большое количество пряжи, большой запас пряжи, да, то, ну, и, соответственно, я могу себе позволить связать красивые носочки, вот. А на плечевые изделия, на какие-то другие изделия мы с вами найдем другую пряжу, будем вдохновляться, будем искать варианты. И смотрите, не выбрасывайте пряжу, которая вам не понравилась вдруг отдельно, да, сама по себе, можно будет ее попробовать смиксовать. Ну, а сейчас я вас приглашаю к просмотру моего, очередной моей серии по моим запасам пряжи. Да, пряжи много не бывает. Пряжи всегда должно быть в достатке. Я вам этого тоже искренне желаю. И знаете, самое интересное, давайте немножечко порассуждаем на тему, я думаю, кому неинтересно, тот может перемотать, на тему количества запасов. На протяжении введения канала я меняла свое мнение относительно запасов. Чаще всего я хотела их извязать. Не знаю, почему так. Ну, и вообще, в целом на ютубе была такая тенденция извязать всю пряжу, какие-то мы ограничения сами себе рисовали в силу того, что мы эту пряжу покупали, да, ну, в первую очередь я ее покупала. Когда я перестала считать запасы, когда я начала получать пряжу на обзор, когда мне начали присылать подарки, ценность пряжи для меня возросла не в ценовой ее сегменте, да, не в ценовом сегменте, а именно в ценности, в плане подарка. То, что я это получила от человека, быть может, совершенно мне незнакомого, и ценность его уже совсем в другом. И поэтому, когда мне говорят, не могли бы вы мне бесплатно там в дар отдать пряжу, я могла, и я просто об этом не кричу, я ее отдаю, да, но ту пряжу, которую я купила сама, или мне прислали на обзор, у меня есть какие-то остатки, но подарки я никогда, не хочу, вернее, не могу сказать, что никогда, может быть, совершенно случайно, или в силу обстоятельств мне придется их продать или отдать, но вот так вот, сидя, сказать, что я сегодня из этого вязать не хочу, поэтому кому-то отдам, нет. Для меня эта пряжа имеет теперь совершенно другую ценность. Поэтому, когда я вам рассказываю, показываю о своей пряже, это ни в коем случае я не хвастаюсь, просто подвожу итоги года. Если вы вдохновляетесь, хотите, покупайте, а если не хотите покупать, а хотите получать эту пряжу бесплатно, как многие считают, то я вам настоятельно рекомендую, включите камеру и попробуйте создать свой канал, интересный контент, к вам обязательно придет ваш добрый зритель, обязательно вы тоже получите подарки от спонсоров, да, спонсоров канала, а также от магазинов пряжи, может быть. Поэтому, знаете, задайте себе вопрос, что это я именно к себе, да, не только по отношению к себе, а по отношению к другим блогерам, в том числе у которых есть какие-то свои запасы пряжи. Задайте сами себе вопрос, что я сделала для того, чтобы у меня были такие запасы, или что я сделала для того, чтобы у меня тоже в запасах появилась та или иная пряжа. Просто задайте себе этот вопрос, ответьте на него, и давайте дальше жить дружно и счастливо. А сейчас же давайте же все-таки приступим к просмотру моих запасов пряжи. Я думаю, что там есть весьма интересные артикулы. Дорогие друзья, давайте же продолжим наш сериал, мини-сериал о моих запасах пряжи. Как оказалось, этой пряжи очень много, очень много. Я всем так благодарна, потому что в основе основ, все, что я вам показываю, это либо подарки, либо сотрудничество, да, но тоже подарки в принципе. Поэтому я, конечно же, безумно благодарна. У меня столько интересных, очень интересных идей в голове, как бы все это успеть реализовать, когда. И мне очень интересно посчитать по итогу, сколько у меня будет пряжи. Но давайте приступим, не будем долго тянуть. И я вам показываю первую пряжу, она такого интересного розового цвета, да, такого поросячь-розового. Мерина платинум называется эта пряжа. Все, конечно же, заклеено. Так, ну вот, вот есть этикетка Superwash. У меня таких моточков 5 штук, поэтому я думаю, что здесь тоже, может быть, в сочетании хватит. И здесь у нас итальянская пряжа, цвет номер 13, длина нити 125 метров, всего 5 мотков. Ну, посмотрим. У меня, конечно, есть задумка, но тут нужно подумать немножко, потому что это все-таки тот самый меринос, который я все же полюбила в моточной пряже. И мне кажется, он будет вести себя точно так же, как и все остальные виды мериноса. Вот. Интересный цвет, интересная пряжа. У меня 5 мотков. И буду думать. Следующая шикарная пряжа, которая у меня есть, вот такая. Это у нас с вами Cool Air. Я из этой пряжи вязала. Лана Гросса. У меня есть потрясающий худи. Мне он очень нравится. Я его ношу. Он теплый, теплющий. У меня осталось 4 мотка 11-го цвета, такого темно-синего. Пусть лежит. Я думаю, что когда-нибудь я свяжу что-то своему сыночку, как только он согласится такое носить. Это, знаете, не жмет абсолютно, поэтому лежит и радует глаз. У меня 4 мотка, получается, осталось. Следующая тоже у меня лежит в остатках, уже перевязанная, да, было. Вязала снуд. Вот остатки. Вязала еще отцу носки. И пряжа очень теплая, колючая. Это то ли Кауни, то ли Дундага. Я знаю, что очень много есть людей, почитателей этой пряжи. А я вот как-то с ней не особо сдружилась. Очень хотела попробовать. Очень много слышала положительных отзывов. Очень интересные здесь секции. Я со всем этим, конечно же, согласна. Но, насколько я люблю, да, чтобы покалывала немножко. Но для меня эта пряжа все равно очень и очень колючая. То есть, она у меня уйдет, скорее всего, непосредственно в носки. Потому что здесь у меня аж 150 грамм. Больше я не знаю, куда ее применить. Не знаю, 150 грамм этой пряжи у меня есть. Еще одна ниточка, из которой я тоже уже вязала. Цвет номер 13. Лала Берлин Лана Гросса. Вот так называется артикул. И здесь я вязала шарф. Это очень интересная ниточка. Но она немножко подваливается. Да, она и в мотке, видите, лежа в мотке даже немножко подвалялась. У меня в остатках есть 4 моточка. И я еще думаю над тем, что же бы мне такого бы связать. Посмотрим. Здесь я тоже никуда не тороплюсь. Но идеи у меня уже есть. Быть может, я применю это в кардигане, в сочетании. То есть, у меня будут такие воздушные рукава. Очень интересно поблескивает. Такой, знаете, золотистый, немножко в зеленцу уходящий цвет. Очень красивый 4. Моточка у меня есть. А вот эта ниточка приходила мне совсем недавно в подарок. Здесь тоже Лана Гросса. Достаточно дорогой производитель. Ниточка, знаете, она уже в мотке сама по себе как будто бы подваленная. Вот эта нитка мне не дает покоя. Мне кажется, я бы... Посмотрим, как она получится. Я бы начала из нее вязать чуть ли не прямо сегодня. Это толстая ниточка достаточно. Цвет номер 4. Предлагают спицы 6-7. То есть, отмахать, отмахайку. Прям можно очень быстро на самом деле. Здесь альпака, хлопок и полиамид. Очень интересная нить. У меня 10 мотков по 50 грамм. Это на полноценное-полноценное изделие. Мне кажется, оно получится воздушным и очень классным. Вот. Как думаете вы? Пишите в комментариях, что бы вы связали. Я бы связала себе большой такой, знаете, свитер. Прям вот такой аляповатый какой-нибудь совершенно. Я даже не знаю. То есть, здесь ничего применять не стоит, на мой взгляд. Никаких никос, ничего. Ниточка очень самодостаточная. Просто огромный-огромный свитер такой. Вы знаете, еще сводит меня с ума вот эта вот пряжа. Прям вот не могу. И цвет такой вроде бы как мне не идет. Но вот вы знаете, очень мне хочется вот что-нибудь такое связать. Мне кажется, тут огромные-огромные нужны спицы. Ну да, восьмерка, десятка. То есть, это прям, знаете, сел и сразу связал. И вот не дает мне покоя. У меня здесь получается 6 мотков по 50 грамм. Это вот так вот называется артикул. Фури. Лала Берлин, тоже Лана Гросса. 50 грамм, 75 метров. До чего вот прям вот манит меня. Просто манит эта ниточка. Получается, что 300 грамм, да? 6 мотков. А еще есть у меня теперь 8 мотков моей мечты. Потому что я очень хотела попробовать вязать, повязать из этой ниточки Drops Sky Mix. Вот так выглядит эта пряжа. Она невероятно оказывается тактильна, невероятно мягкая даже в мотке. 8 мотков у меня есть. Здесь у нас с вами получается полиамид 18, 8 шерсть, 74 альпака. Многие вязали. Кому-то очень нравится, кому-то не нравится. В общем и целом 400 грамм этой пряжи у меня есть в наличии. Буду думать. Буду думать, что же такое бы связать. Ну, из очень-очень классной ниточки у меня есть вот такая вот пряжа. Это у нас с вами вот так выглядит этикетка. Я даже не знаю, я никогда не сталкивалась на самом деле с такого рода пряжей. Это здесь у нас получается... О, Соединенные Штаты. 40 альпака, 40 шерсть, 20 шелк, 100 метров, 100 грамм. Ниточка, да, достаточно толстая. Это тоже самое. Мне еще говорили, это приходило в подарок и говорили, Оля, попробуй-ка размотай. Может быть, там еще какой-то подарок внутри лежит. Я прямо хохотала, но не размотала. Пожалуй, стоит размотать, да, и посмотреть. Может быть, мой зритель все же прав. У меня там сюрприз, а он у меня будет годами лежать. Потому что тут, ну, очень тяжелая. Давайте взвесим и посмотрим. Ну, буду считать, что это пряжа. Не знаю, что там Дедушка Мороз придумал. 390. Ну, как бы тяжеловато. Ну, не знаю. 390, а это весит 100 грамм. В общем и целом 500 грамм получается, да. Условно пусть будет 500 грамм. Красивущая просто пряжа. Я не знаю. Мне кажется, я еще не доросла до того момента, чтобы вязать из такой красивой и дорогой пряжи. Мне кажется, у меня еще опыта маловато. Вот так бы я сказала. Есть у меня еще в остатках. Почему в остатках? Потому что я из этой пряжи уже вязала. И, скорее всего, это будет летний топ очередной. Это Тантурина от фирмы Камтекс. Очень нашумевшая пряжа. Я даже не думала, что вызовет такой ажиотаж у моих зрителей. Многие купили, связали, составили уже собственное мнение. Мне эта пряжа очень понравилась. Ну, она вот, знаете, ну, хлопок как хлопок, да. Но она за счет того, что вот имеет такую интересную структуру, то есть здесь есть черные такие, знаете, это нанизано прям вот на ниточку. Очень сильно накручена другая нить. Вот она, видите? И вот эти вот петельки получаются неровными при вязании. Что в этой пряже? У меня спрашивали, как поживает моя футболка Тантурина. Да нормально она поживает. Я ее очень активно носила. Много раз стирала. Ну, много. Три-четыре точно постирала. Все у того, что она еще и светлая, да. И что хочу сказать, она немножко подсела. В высоту она подсела. В ширину осталось такой же. По крайней мере, было на тот момент, когда я ее положила зимовать. Вот. А в длину она подсела. Поэтому, если что, учитывайте этот момент. Быть может, я тоже перевяжу-довяжу. Мне кажется, я там вязала сверху вниз. Поэтому довязать не составит особого труда. С учетом того, что пряжа у меня есть. А изделия еще сезон точно буду носить. Поэтому у меня здесь еще получается есть. Сколько у нас тут? 50 грамм, скорее всего, да. Цвет у меня от Белка. Этой пряжи сложно найти. Может быть, в каких-то магазинах она еще есть. 160 метров 50 грамм. Да. 200 грамм пряжи. Итак, есть у меня еще вот такая красота. Это все лежит на жаккард. В общей сложности здесь около 300 грамм. То есть, это действительно вот лежит как источник вдохновения. Когда я захочу вязать вновь же карту, у меня будут такие небольшие хотя бы, да, зарисовки в виде разного вида пряжи. Может быть, конечно, это не все в одном комплекте встретится когда-то. Может быть, эти две ниточки снова встретятся. Может быть, эти две поженятся. Может быть, вот так вот как-то оно произойдет. Но вот это вот лежит действительно на какие-то такие, знаете, творческие порывы. Поэтому я эту пряжу считаю. Она у меня есть. Она войдет когда-нибудь в какое-нибудь изделие. Но когда это будет, покажет только время. Одна из любимых пряж. Это Лора Бьяна Саваш. У меня она была вот в таком вот красивущем изумрудном цвете. Я вязала жилетку. Эту жилетку я активно ношу. Мне она очень нравится. И у меня в остатках есть 85 грамм. Я пока не знаю, что это будет. Может быть, это будет шапка. Может быть, что-то будет такое. Не знаю. Я вязала себе джемпер. Пряжа полностью уже раскрыта. Это бобинная пряжа. Джемпер я распустила после даже нескольких стирок. Он подсел, мне кажется, немножко. Или я выросла на тот момент. Ну, действительно, я тогда поправилась. И связала жилетку. Очень она мне нравится. Я ее активно ношу. И вот остатки 85 грамм. Быть может, на шапку. Я их тоже считаю. Потому что это какое-то маленькое полноценное изделие. Я думаю, что на сегодня предостаточно. Я тут уже натягалась пряжи. И как оказалось, мои дорогие, это еще не все. Впереди у нас с вами еще один выпуск про мои запасы пряжи. В силу того, что у меня есть еще одно местечко, где я ее припрятала. Но там очень быстренько мы с вами наверняка пройдемся. Потому что там в основе своей лежит моточная пряжа. Прям упаковками. Поэтому, ну, посмотрим, как пойдет. Но точно с вами встретимся. Еще пощупаем пряжу. Прежде чем сделать выводы о ее количестве в моем пряжном гардеробе. Ну, а на сегодня у меня все. Всем огромное спасибо за внимание. Всем пока-пока. Продолжение следует.